На протяжении нескольких месяцев специалисты Брестки диагностических станций работали в режиме нон-стоп. Такое оживление со стороны владельцев автомобилей, с одной стороны, было вполне объяснимо. Отвязали госпошлину от техосмотра, с другой – непривычно. Многие годы такого ажиотажа здесь не наблюдалось. Правда, сейчас ситуация немного изменилась. В январе, феврале, марте были очереди, но потенциал диагностических станций рассчитан был на эти очереди. Сейчас же очередей нет, но поток машин на станциях постоянно. За первое полугодие по городу Бресту в 2021 году выдано более 52 тысяч разрешений. В 2020 году было более 16 тысяч. Рост почти в три раза. Да, цифры внушительные. Несмотря на то, что водителям областного центра уже выдано более 52 тысяч разрешений, на станцию диагностики все еще приезжают те, кому необходимо тщательно проверить техническое состояние машины. Прещанин Николай Жук к здоровью своего автомобиля относится трепетнее, чем к своему. Ежегодно проходит техосмотр и следит за его внешним видом. Водительский стаж у мужчины 30 лет. Он не понаслышке знает, как важно управлять исправной машиной. Техосмотр прохожу ежегодно, не нарушая сроки прохождения техосмотра. Оплата за дороги и все, что касается сборов, я тоже плачу регулярно. Поэтому у меня проблем никаких нет. Потому что закон, есть порядок. Прежде всего, надо соблюдать порядок, тогда будет все нормально. На линии диагностики, как и положено владельцу автомобиля, необходимо пройти три поста. Экологические параметры, проверка тормозных систем и световых приборов. Если все исправно и необходимый пакет документов с собой, то разрешение на допуск на участие в дорожном движении будет расположено на стекле автомобиля. В противном случае, а именно при выявлении проблем на диагностической станции биотехосмотра, их можно устранить сразу же. Но и на этом преимущества филиала не заканчиваются. На станции организовываются новые услуги. Это у нас имеется шиномонтаж. И при шиномонтаже организовываем сезонное хранение шин. У автовладельцев, у которых нет возможности или нет места для сезонного хранения шин, у нас это организовано на нашей станции. Также планируется еще организовать заправку автомобильных кондиционеров, тоже будет осуществляться в нашем СТО при нашей станции. Для хранения шин уже выделено отдельное помещение, где соблюдены все условия. Организованы специальные стеллажи, проведено отопление. Здесь шины будут спрятаны от попадания прямых солнечных лучей, а значит прослужат намного дольше.